Продолжение следует... Ну вот, коллеги, добрый вечер уже теперь. Вот мое сообщение, моя такая лекция небольшая, она совершенно из другой, на первый взгляд, области, но она такая довольно концептуальная, я бы сказала, поэтому я думаю, что это не вредно всем нам, на чем бы кто ни работал. Ну, понятно, что я не работаю с животными, а работаю с людьми и с высокими уровнями психической деятельности, то есть с речью, с сознанием, с такого рода вещами. Вот, как видите, я назвала это нейрофизиология в поисках смыслов, и то, что на этой картинке, это те миры, с которыми имеет дело человек, с которыми, похоже, не имеют дело другие наши собратья и соседи по планете. Соответственно, здесь математика, музыка, языки и такие вот штуки, которые вот здесь изображен, так называемые паркеты или плитки Пенроуза, то есть тоже математики, только другого. Ну и начнем мы с того, что принятое уже давно и продолжает так оставаться, что вся наша наука в целом, я имею в виду естественные науки, не гуманитарные, не разговорные. Вся наша наука смотрит на мозг как на такой биоавтомат своего рода, считает, что мозг это такое устройство, которое обрабатывает поступающую в него информацию и реагирует. То есть исходит из обычной такой бихвиаристской схемы, которая идет как от бихвиаристов американских и европейских, так, ну скажем, Скиннера, так и от Ивана Петровича Павлова. Кстати говоря, здесь я вот сделаю такое отступление, меня поразило, когда я про Павлова стала в этом духе вещи вычитывать, что он был очень жесток и в своей лаборатории запрещал упоминать слово сознание и тем более вести какие бы то ни было разговоры на эти темы. Он говорил, кто про это разговаривает, тот пусть уходит. Но Павлов же человек умный был и гениальный даже, поэтому это вызывает вопросы, почему, собственно говоря, он так делал. Я думаю, что не потому, что он считал это пустой болтовней, а думаю, потому что он опасался, он боялся, чтобы не превратить это в болтовню. Это очень трудный вопрос, и об этом сегодня, разумеется, нет возможности говорить, но мы, в частности, с Константином Владимировичем об этом говорили тысячу раз, и семинары всякие на эту тему идут, и статьи публикуются. Короче говоря, это серьезная неразговорная тема. К сожалению, эта тема опасна, потому что там очень много дурачков и всяких просто недоучек, и они испортили репутацию этой, на самом деле, очень серьезной тематики. Но, возвращаясь на круги своя, что, собственно говоря, сейчас происходит в таких науках? Коллекционируются факты как бы снизу, то есть давайте узнаем все про нейроны, давайте узнаем все про глею, давайте узнаем про каждый нейрон, и дальше внутрь, уже внутрь вот этих как бы атомов. И мы исходим из того, что если мы про каждый нейрон или про каждую глиальную клетку, или что хотите, возьмите, будем знать больше, то это нам якобы обеспечивает, что вот из этих частиц, в кавычках беру частицы, такого вот нижнего тоже в кавычках уровня, а также из ансамбля нейронов, а также из зон мозга, которые отвечают за то или за это, а теперь из отдельных кусков или даже целых нейронных сетей, вот само выстроится здание, которое нам скажет, что же мозг такое делает. Это ошибочное мнение. Понятно, что по причинам очевидным эксперименты на мозге человека, я имею в виду прямые жесткие эксперименты, невозможные. Мы можем обращаться к тому, что дает нам медицина, что дает нам клиника. И еще что мы можем сделать, и делаем так же, как и первое, это мы берем на первый взгляд, как принято думать, более простые организмы или более простые существа. Но не при Павле Милославовича это сказать, который работает со своими чудесными улитками, разговор про то, что что-то там простое, а что-то другое сложное, это просто абсолютно неправильный, дурацкий разговор. Но тем не менее, основная идея такая, что мы посмотрим, как это у зверей, потом умножим, 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 и выстроится человеческий мозг. Это неправильно. Я в этой связи, не могу, конечно, подробно рассказывать, но был такой замечательный физик, лауреат всего, что возможно, Дайсон, который написал в свое время статью о лягушках и птицах в науке. Ну, он вообще-то писал о лягушках и птицах в математике и физике, но это на самом деле продлевается и на другие науки. И он говорил, что есть ученые, которые любят собирать факты, они замечательно с ними работают, и они не смотрят с более высоких вершин для того, чтобы посмотреть, в какие контексты это укладывается вообще. Это, разумеется, грубее, чем на самом деле, но тем не менее. Он говорил, вот я, например, такая лягушка. И к таким лягушкам относятся те в той части науки, в которой работаю я. То есть люди, которые работают с томографиями разного вида, с ЭГ, с вызванными потенциалами и так далее. Этот список может быть продолжен. Вот, и считаю, что чем глубже они посмотрят, чем мощнее будет талупа, через которую они на это смотрят, тем больше успех. Но есть другие ученые, так называемые птицы, которые про эти как бы мелочи, я все это в кавычки беру, как бы мелочи знают мало или даже не очень хотят знать. Зато они высоко летают и видят леса, поля и горы. Сам Дайсон говорит, я-то лягушка и страшно завидую своим друзьям, которые птицы, которые могут обозревать большие пространства. Это будет время, я бы привела примеры из многих наук. Это везде так. Ой, извините, случайно. Если мы посмотрим на мозг и посмотрим, что пишется и изображается в тех работах, которые, но в современных, которые в основном интересуются тем, что же есть такое в мозгу человека, помимо того, что у него больше объем, там и сложнее нейронная сеть, скорость и другие. Вот это мы все отвлечемся от этого. Вот если мы посмотрим на мозг, то мы увидим, что там есть вещи, которых нет в мозгах других существ, пусть и высоко развитых. В данном случае я бы обратила ваше внимание на вот эту желтую, как сказал бы Ельцин, загогулину, за коричку такую, которая представляет собой то, что вот здесь написано и которая ведает смыслами. В мозгу есть связи, а здесь речь идет именно о связях, которые перебивают, как я бы сказала сейчас слишком смело, перебивают все другие закономерности и все другие связи. То есть смыслы в мозгу человека сильнее всего. Они сильнее структур, сильнее очень многих разных и очень сложных правил, о чем я надеюсь позже рассказать. Вот похоже, что вот таких коннектомов, как бы или частей этих коннектомов, вот таких вот, у других существ нету. Честно говоря, объемы информации, с которыми мы имеем дело, например, при усвоении языка, что вот меня, например, интересует, усвоение имеется в виду не тогда, когда человек идет в школу, ему рассказывают, что такое подлежащиеся глаголы, когда он осваивает свой первый язык. Так вот, он имеет дело с совершенно немыслимым количеством информации. Это миллионы бит информации, миллионы бит информации. И в основном они касаются того, что в лингвистике называется лексическая семантика, то есть значение слов, то есть смыслы. В среднем около 20 байт лингвистической и более широко смысловой информации усваивается в день. Вот я ссылаюсь на работу, которая недавно вышла. Самое неприятное во всей этой истории, что большинство информации, которую мы получаем из мира, очень неопределенно и нестабильно. Она не просто двузначна, она многозначна. Трактовка всего, что поступает к нам в мозг, зависит от контекстов. Нейрофизиологическая активность огромная нужна для того, чтобы выбирать из этих контекстов нужный, релевантный ситуации вариант. Язык имеет дело с многими уровнями одновременно и параллельно. Честно говоря, как все-таки какой-никакой специалист в этой области, я просто не понимаю, как мозг может с этим справиться. Это одновременно лексикон, то есть слова. Это семантики разные и не только языковые. Это синтаксис, то есть правила, по которым это все строится. Это типы, разные типы частотностей, то есть вероятностей, которые на это на все влияют, это которые позволяют мозгу выбирать, что бы то ни было. И все это требует абсолютно гигантских вычислительных возможностей. Хотя всегда считалось, не во всех школах, но все-таки считалось, что основным отличием человеческого языка от других систем не только коммуникации, но и думания, если будут вопросы, я потом отвечу, о чем разговоры идет. Так вот, основным отличием является то, что у людей есть синтаксис. Синтаксис – это порядок следования элементов. Не все равно, какой звук или какую букву в каком месте поставить. Не все равно, какое слово после какого идет и какая фраза после какой. Это принципиально важные вещи. Всегда считалось, что вот был такой языковой, даже иногда пишут grammatical explosion, то есть грамматический взрыв, ну, соответственно, много тысяч лет назад, когда это все образовывалось, когда в мозгу щелкнул механизм, который умеет делать, умеет работать вот с такого рода вещами. И всегда говорилось, вот синтаксис, вот главное. Сейчас похоже на то, что все-таки речь шла не о структурах, а о смыслах, о работе со смыслами, которые, к тому же, я повторяю, многозначены. Я к этому вернусь еще. Самое ужасное в том, с чем имеет дело человек, а люди – это не только homo sapiens, но homo loquens, прошу заметить, то есть люди, говорящие, а также скребенские, пишущие и читающие. И мы имеем дело одновременно с законами фонологии, синтаксиса, лексикона, семантики. И все это отдельные генеративные системы, которые соединяют друг с другом через интерфейсы. Это очень сложная история. Как это ни парадоксально, а для меня до сих пор парадоксально, хотя мы с Юридичем Наточиным стали этим заниматься много лет назад и много чего опубликовали, в том числе в этом году, вот недавно вышла работа, вот здесь у меня ссылка есть на Точин Черниговской, 2020 год. У нас получилось, что есть некие общие принципы эволюции, которые контролируют как такие далеко отстоящие от биологии вещи, как язык, так и биологическую эволюцию как таковую. Как это может быть? Я ума не приложу. При том, что, повторяю, мы об этом и говорили много раз, и написано много, и думали много. Все равно в этом есть что-то почти мистическое. Значит, потому что если это так, а похоже, что это так, то мы вынуждены сказать, что есть... А почему они есть? Есть какие-то самые-самые общие законы эволюции вообще. И в частности, функциональные изменения структур и специализация этих структур. Как это может быть, что такие далеко отстоящие друг от друга вещи, как, скажем, эволюция в сфере водно-солевого обмена и эволюция языков, между ними гигантские пространства. Как это может быть, что действуют одни и те же законы? Вот на этой фотографии, не могу отказать себе в том, чтобы ее показать, мы с Анохиным стоим, и сэр Роджер Пенроуз, это Нобелевская премия, которую он получил только что, это физик и мыслитель, философ, который приезжал и вот у меня на когнитивном семинаре выступал. Вот это после его выступления. Он занимается, давно уже, и часть книг на русский язык переведена, он занимается в том числе проблемой сознания, а именно он постулирует что? Он говорит, сознание не вписывается в физическую картину мира. Что это такое, непонятно. Но что значит не вписывается? А что с этим, собственно, делать? Значит, либо это вообще эпифеномен, но с этим никто не согласен, либо сознание нужно вписать в физическую картину мира. Он говорит, а как ее, собственно, вписать? Она туда, ну, не лезет никаким образом. Значит, вариант либо все-таки вписать, либо это значит, что у нас неправильная картина мира, если из нее приходится выкинуть ни больше, ни меньше, как нас самих, как высоко развитых существ. Это такая жуткая история. Вот, ой, извините. Вот, видите, он и говорит о том, что удовлетворительных моделей работы мозга и того, что этот мозг нам обеспечивает, когда речь идет о процессах высокого ранга. Таких моделей нет. Он говорит, нужно влезать в квантовые координаты, что есть квантовые законы, которые, возможно, могут быть применимы, то есть могут быть выведены из, соответственно, микромиров и введены в макромир. И он предлагает перейти к квантовой когнитивной науке, чтобы этот порочный круг дуализма и редукционизма, когда мы занимаемся не объяснением, а просто корреляциями, когда человек там делает то-то и то-то, говорит или решает какую-то задачу, то в это время в мозгу происходит вот что. Тут объяснение, вообще-то говоря, отсутствует. Тут есть только корреляция. А каузальности здесь нет. На это Пен Рауз говорит, да, так в квантовом мире с каузальностью дело обстоит плохо. Там причинно-следственных связей и нет вообще. Он говорит, что поскольку в мозгу не все вычисления, а интеллект требует понимания, а понимание требует осознания, то вот все это не переводится на биологический язык. Что с этим делать, мы не знаем. Он говорит, моделировать мозговую активность высокого ранга невозможно, потому что туда не влезает понимание. А понимание – это примерно то, о чем я и говорила. Не могу себя отказать в удовольствии показать вам несколько рисунков Нобелевского лауреата новорожденного. Я просто сидела и фотографировала то, что он писал. Помните, такие прозрачные штуки были, которыми мы пользовались до презентации компьютерных. И он вот, видите, он здесь пишет. Я просто рядом сидела и фотографировала. Разве компьютерный интеллект? А мы моделируем искусственные интеллектуальные системы. Для чего? Если иметь в виду неприкладные вещи. Мы хотим понять, как действует мозг. Вот смоделируем, глядишь, и поймем. Он говорит, ничего не поймем, потому что речь идет о понимании. Видите, прямо пишет. А также, не могу, говорит, себе представить, как искусственные системы смогут думать о том, что он называет infinite. То есть, ну, сами понимаете, с бесконечностями. И поэтому он говорит, я и концентрироваться буду на этом понимании. И вот тут у него целая схема идет. Но я думаю, у вас останутся эти презентации, сможете в них покопаться. И что такое? Почему она не передвигается? А что происходит? Остановить демонстрацию, он говорит. Как это может быть? Еще раз. Сейчас давайте я проеду. Извините. Вот он говорит, я и буду об этом говорить, потому что без понимания все остальное является профанацией. Мы не можем говорить о процессах такого высокого рода, когда речь о других вещах идет. И он говорит, тест Тьюринга здесь совершенно ни при чем. И поэтому нечего и сравнивать человеческий мозг с искусственно-интеллектуальными системами. Те проблемы, которые для человека легки, те задачи, лучше сказать, которые для человека легки, очень трудны для компьютера. И наоборот. Поэтому мы с легкостью можем выяснить, когда кто, какой деятельностью занимается. Так мы думали раньше, но не сейчас, потому что эта область науки очень серьезно развивается. Короче говоря, речь идет о смыслах. Ну, что мы сейчас видим? Что мы знаем? Похоже, все согласны с тем, что модель мира находится в коре. Дальше. Что знания такого рода тоже находятся в коре. Вот с этим вроде все согласны. А вот мой вопрос. А откуда это все взяли? И что имеется в виду, когда говорят «знания». Это какие? Знания – это что? И как нам быть, например, с таким жутким примером, как птицы, которые с нами разошлись 300 миллионов лет назад в эволюции, и они сформировали совершенно другой тип мозга. То есть гомолог новой коры образовался из палиума. И при том, что у них совершенно другая организация мозга, они способны к когнитивным процедурам очень высокого ранга. Очень высокого ранга. Сопоставим вас с человеческим. Если вы не слышали, то я сообщаю, что пару лет назад интеллект врановых был приравнен к интеллекту шимпанзе. Сами представляете себе какой это уровень. Значит, есть какие-то общие законы. То есть, но по-прежнему я не понимаю, как это может быть. Это значит, почему две параллельных эволюции, параллельных, которые не пересекались никак, пришли как бы к одному результату за счет других инструментов. И если, как говорят некоторые искусственные интеллектчики, один кубический сантиметр человеческого мозга обеспечивает совершенно невероятной мощности и вот то, что здесь написано, переживание неких моментов сознания, с чем я никогда не соглашусь, тогда я спрашиваю, а зачем такой огромный мозг? Что это? Для чего он? Все говорят, да, колонки или гиперколонки, то есть связи колонков, это и есть элементы обработки. Значит, что? Из этого получается, что если мы изучим эти колонки нейронов или гиперколонки, то дальше, двигаясь вверх, мы поймем, что там происходит наверху? Нет, не поймем. А вот мы говорим, что мы изучаем корреляции, но не изучаем причинность, если честно говорить. А причинность вообще есть? Это не эпифеномен? Скажем, если верить Пен Роузу, это не вопрос веры, а вопрос доказательств, если в квантовом мире, с которым предлагается сравнивать процессы высокого рода, человеческие процессы, то там с причинностью плохо дело обстоит. Дальше, если мы посмотрим на сеть головного мозга, то нам говорят, это информация, которая не подобна телефону, то есть она не идет адресно, а она как радио, она идет на всю нейронную сеть. Это, конечно, да, но и нет одновременно, потому что есть длинноаксонные связи, есть синаптическая пластичность, и это постоянно меняющийся оркестр, я бы сказала, джазовый ансамбль такой. Все зависит от контекстов, и оно, повторяю, меняется все время, а значит, есть и адресаты. Вот здесь я вспоминаю Людвига Витгенштейна, замечательного философа, который прекрасную метафору придуман. Он говорил, что информация, которая, или лучше сказать, знание, которое идет в мозг, это как ковер, и каждый, кто получает этот ковер, вынимает из него свое, у него свой рисунок. Ну и вот сейчас те люди, которые занимаются обучением, особенно глубоким обучением нейронных сетей, они говорят, главная проблема это обучение иерархии действий. Что, когда делать и в каком порядке. Что важнее действий, не конкретных маленьких шагов, а как бы больших пластов. Ну, а я задаю вопрос, и как, что у вас вышло. Дело в том, что эти иерархии, может быть, сколько угодно, а что самое ужасное, и я на это уже намекала раньше, они нестабильны, кроме примитивных, так сказать, базовых. А что является элементом в биологии или в человеческих языках? Что это? Аминокислоты или фонемы в языке, то есть маленькие, смыслоразличиченные кусочки звуков, при перемене которых с одного на другой меняется смысл, типа пел-пил, например. Или это клауза, так называемая, смысловой отрезок в высказывании, в речи. Или это нота в музыке, а может быть не нота, может аккорд. Или в движении, что это? Какие-то базовые позы, какие-то куски движений. Что это? Что единица-то? И вот Константин Владимирович Анохин говорит, трансформация самих единиц происходит, самих единиц, по мере нарастания когнитивности. Ничего себе! А как, собственно, это может быть? А как могут в этом случае регулироваться смысл и их усложнения? Что, опять же, план, что ли, есть какой-то, где-то? Или вектор? Ну и, наконец, опять мой вопрос, а что разве из этих элементов? Зная некие правила, которые мы, разумеется, не знаем, мы можем вывести целое? Мы можем восстановить, как бы снизу вверх, восстановить мы это можем? А эти правила стабильны? Еще один неполиткорректный вопрос я задаю. Если когнитивность у людей другая, нежели у иных наших соседей по планете, как Константин Владимирович говорит, и с чем, я думаю, многие согласны, то это значит, что когнитивность у людей разной степени развития тоже разная. Ведь так? Мы же не одинаковые все. Мы не пылесосы, понимаете, которые с одной фабрики выпущены, и все они засасывают в себя что-то и какой-то результат дают. А вот искусственный интеллект, который человечество зачем-то так активно стремится сделать, то, что называется сильный искусственный интеллект. Для тех, кто не знает, сильный искусственный интеллект это человеческий интеллект. Это искусственная система, это программа, которая осознает себя, которая имеет цели, планы и рефлексию, и которая, значит, имеет сознание. То есть безумная идея, но предположим. Они делают искусственный интеллект. На какой человеческий интеллект собираются ориентироваться? На Аристотеля или на тех, кто чупа-чупс только жует? Вот эта оппозиция в науке, о которой я уже говорила, про птиц и лягушек, она сводится, вот в том числе и у Дайсона, она сводится к главной оппозиции, условно говоря, тех, кто идет за Бейконом. И это, скажем, Декарт. И, то есть наоборот, за тех, кто идет за Бейконом или кто идет за Декартом. За Декартом идут Лаплас и Пуанкаре, а за Бейконом идут те, кто эмпирики. Вот это лягушки и есть. Фарадей, Дарвин, Резерфорд. Я только еще раз подчеркиваю, это не хуже лучше, это другой тип ученых. Как вообще нашему мозгу удается справиться с тем миром, в котором он живет, честно говоря, является для меня загадкой. Вот наверху изображена так называемая невозможная фигура. Это, кстати говоря, треугольник Пенроуза. И если вы вглядите в этих собак, то вы тоже увидите, что там непорядок. Это как бы невозможные, так называемые невозможные изображения. Человек живет в мире, которые постоянно меняются. Контексты меняются, сама личность меняется, инпут меняется, состояние меняется, культурная среда. Как удается сохранить хоть какую-то стабильность? Как улавливать смыслы, если постоянно идет перемешивание всего? Как вообще удается выжить в условиях такой многофакторной нестабильности? Более того, ведь отнюдь не весь объем обработки обеспечивается сознанием. Ну, это в этой среде, в этом зале даже смешно говорить. Разумеется, это не так. Но, скажем, когда говоришь с гуманитариями, они просто тебя не понимают. Они в основном, они считают, что все через сознание проходит. Но это совсем не так. Решение одних и тех же задач может происходить по-разному у одного и того же человека в разное время. Более того, алгоритмы и процедуры отнюдь не транспарентны. Они отнюдь не прозрачны. Совершенно непонятно, что человек делает, когда он принимает такое или иное решение. Предвзятая трактовка, которая ведет к абсолютно неправильным выводам, непренебрежимо велика. Невозможно исключить роль наблюдателя. Наблюдатель – это не конкретный человек, а это роль. И опять же привожу примеры Пен Роуза про моего любимого кота Шрёдзингера, который, как все наверняка помнят, он одновременно в квантовом мире в своей коробке. Он и жив, и мертв. И выясняется, жив он или мертв, только тогда коробку откроют. Видите, здесь все эти чудесные рисунки есть. Но когда появляется наблюдатель, то варианты могут быть разные. То есть код одновременно жив и мертв, и выяснить, так это или не так, можно только открыв коробку. А в этом случае система нарушается. Поэтому то, что происходит в коробке, пока она закрыта, выяснить нельзя вообще. Вот тут эти чудесные, милые рисунки. Итого, линейный взгляд на процессы такой степени сложности, о которых мы сегодня говорим, более невозможен. Он бессмыслен, потому что он отвечает не на те вопросы. Нужна смена парадигмы. Об этом и Павел Милославович много раз говорил, и Константин Владимирович. Это я почему именно этих людей называю, потому что круглый стол у нас впереди. У нас гигантское количество фактов. Горы, манбланы этих фактов растут каждый божий день. Каждый божий день десятки статей появляются. Что с ними делать, совершенно понять нельзя. Их даже прочесть нельзя, не говоря о том, чтобы их обдумать. И ясно, что простое накопление фактов ни к чему не приведет. Нужен какой-то взрыв парадигмальный, переход к другим вещам. Я думаю, что поскольку речь идет, я повторяю еще раз, о процессах высокого уровня, то нужно и смотреть на результаты таких процессов. То есть через искусство и через язык. Это не отменяет нейронауку, это добавка к ней. Просто очень трудно решить, как это делать. Потому что как вы можете с помощью условного томографа подглядеть за тем, что творится в голове у гения, который пишет стихи или который пишет картину или сочиняет музыку. То есть вы можете подглядеть, но как вы это объясните? Это же трактовать невозможно. Поэтому я предлагаю, что нужен не только этот просвет, это делать, просвечивание с помощью замечательной техники, но и подглядывать. Я как-то наткнулась на очень такую смешную фразу, как все гениальное у Пушкина. Старайся наблюдать различные приметы. Вот это я и предлагаю всем делать. Сэр Фрэнсис Бэкон, который меня последний очень увлекает, в 1609 году написал фразу, под которую я подпишусь. Кажется, мне легче беседовать с древними, чем с теми, с кем я живу. В 1620 году в Лондоне вышло издание «Инфолио», сочинение его, которое называется, ну, сами по-латыни видите, «Великое восстановление наук». Он посвящает его королю, обращается ко всему человеческому. И говорит он то, что, я думаю, мы сейчас видим, если заглянуть в окно или в телевизор, или куда хотите. Человеческий род давно и серьезно болен. И болезнь эта поразила прежде всего ум и душу, а в итоге и тело. Главный септом – это неспособность человека, ставшего заложником своих страстей и предрассудков, видеть мир таким, каков он есть. Примычка смотреть на вещи либо через силогизмы, под силогизмом он имел в виду логику, либо через суеверие. Если не принять срочных мер, болезнь погубит человеческий род. Нужно научить людей думать по-новому. Замечу, 1620 год. И тогда же появилась чудесная гравюра, вы сейчас, конечно, не сможете ее рассмотреть, но если хотите, потом сможете, которая изображает мир. Видите, тут карта. Это карта как бы в голове у шута. И там чудесные вещи написаны. Познай самого себя. О, голова достойная чимерицы. Это трава, которая, как думали, помогает безумцам. У кого нет ослиных ушей. Число глупцов бесконечно. Такая ироническая карта. И речь идет о неправильности. Вот я эту цитату много раз привозила, уже в разных докладах. Приведу и здесь. Альфред Шнитке, гениальный композитор, вовсе не ученый. Он говорил следующее, что для образования жемчужины в раковине нужно что-то неправильное и народное. И так в искусстве. Это цитата из него. Прямо пишет. Я понимаю, что ошибка, это, конечно, в кавычках, или обращение с правилами на грани риска. И есть та зона, где возникает прорыв. Вот про эти жемчужины я сейчас и скажу, потому что в последнее время я увлечена тем, что мозг нужно рассматривать через оптику такого вида искусства, как барокко. Объясни, почему. Ну, барокко – это название. И оно по-разному трактуется. В частности, из логики. Считается, что это мнемоническое правило. Ну, не будем застревать на этом, почитайте. Но вторая трактовка – это то, что барокко – это неправильная жемчужина. И это слово, которое переводится как причудливый и замысловатый. И вот если мы посмотрим на барочные жемчужины, вот здесь шедевры, то мы увидим, что они все кривые и косые, все асимметрично и все неправильно. Но это абсолютные шедевры. И вот сокровище Медичи, видите, тоже это совершенно… Это очень отличается от того, что было до барокко, то есть в Ренессансе, где правильно, аккуратно, замечательно и совершенно было, но другое. А если посмотреть на то, что вам лучше известно, чем многим другим, а именно на электронно-микроскопические фотографии того, что у нас внутри происходит, в голове, например, то барокко здесь просто вылезает само по себе. Но я не глупость, естественно, хочу вам сообщить, что мост находится в барокко, а просто вот параллели провожу. Вы могли бы сказать, слушайте, при чем здесь искусство? Зачем вы это вводите сюда? Но дело в том, что искусство – это именно то, что отличает нас от соседей по планете. Никто не творит миров. Юрий Михайлович Лотман писал, что искусство дает возможность человеку пройти непройденной дорогой, прожить жизни, которых не было, обрести опыт, которого не было и никогда не будет. То есть искусство – это вторая жизнь. Мозг – не компьютер. То, что создает искусство, это не отражение мира, а это создание нового мира. В некотором смысле это аналог того, что я предлагаю, это аналог археологии или культурной антропологии, или как в западной науке это называется – физической антропологии. Когда о мозге, которого давным-давно нет, конечно, он не сохранился, а сохранились только его слепки, ну, черепа. Но о том, что люди умели, что те люди умели делать, судя по орудиям труда, потому что они умели делать. И если мы будем по-прежнему идти по старому пути, когда мы из кошек, мышек и собачек будем выводить, ошибочно выводить то, что умеем мы сами, мы заведомо цели не достигнем. Творчество – это то, что создает еще никогда не бывшее с помощью нематериальных объектов, а силой мысли. И то, что нас отличает от соседей по планете – это вовсе не десятки миллиардов нейронов, хотя они, конечно, тоже, но объяснительной силы это не имеют. Гиперсети, когнитомы, вот то, что так хорошо Константин Владимирович развивает, эти, конечно, вершины эволюции. Они не могут быть изучены простой мультипликацией таких технических характеристик, даже если мы будем брать не только единицы, но и правила, по которым они действуют. Кристоф Кох, один из серьезных специалистов по сознанию, видите, он что пишет, выяснение разницы между тем, тем, как выглядит мозг мышки и мозг человека поможет нам понять, что нас делает таким уникальным видом. Между тем, мы знаем, и об этом тонны всего написано. И в частности, есть ученые, которые прямо пишут, примак, если я не ошибаюсь, это писал, только я решу, что вот где разница между человеком и животными, как эта разница исчезает. То есть масса свойств, которые еще не так много лет назад мы приписывали только себе, есть и у животных, и не обязательно у высших. Но тем не менее, гигантская разница между нами тоже есть. Так в чем она? Посмотрим, вот я повторяю, на мозг через другую призму. Подглядим то, что Пушин говорил. Давайте наблюдать различные приметы. Что видит этот мозг, раз он создал такие шедевры? Как он слышит, раз он создал музыку? Музыка – это что? Это ведь не длина волны. Она длина волны, пока она нам в ухо входит. А вот когда она в мозг приходит, она уже больше не длина волны, а вообще Бог знает, что такое. Как человек организует мир? То есть перевернем обычную схему. Вот импрессионисты. Как пишут очень умные и достойные люди, импрессионисты умудрились увидеть, как человек понять, я бы даже сказала, как человек обрабатывает сложную зрительную информацию за много десятилетий до того, как это смогла сенсорная физиология. Вот так он видит, а не так, когда поликалу это нарисовано. А вот это, что такое? Ведь это концепты. Можно ли вложить смыслы и значения вот в такое, чего в реальном мире нет? Это ведь не игрушки. Это серьезно. А это что такое? Можно сказать, а это мы отказываемся вообще от любой формы. Никаких форм больше нет. А можно сказать наоборот. Я склонна ко второй точке зрения. Это пространство, в которое забили все возможные формы мира. Вообще все туда вогнано. И вот это такой сгусток смысла, форм, энергии. Это концептуальные вещи. Это не игра с карандашом или кистью. И я веду вот к чему. Нильс Бор с Эйнштейном беседовали, эти два гения. И такие слова там произносились. Нет, нет, ты просто думаешь. Ты не думаешь. Ты просто рассуждаешь логично, очень крепко сказано. Рассуждать логично не значит хорошо думать. Это значит владеть правилами логики. Они же говорили, как много мы знаем и как мало мы понимаем. Я думаю, многие из нас под этим подпишутся. Я бы сказала, что можно смотреть в такие экзотические места. Меня давно это, кстати, занимает, только не знаю, как исследовать. У Агаты Кристи были два таких героя замечательных Пуаро и Мисс Марпл. И у них совершенно разные стили мышления и выводов. Это прецедентное право, case law, то, что называется, которое в англоязычных странах, в Америке, в Англии. И это то, как действует Мисс Марпл. Она сидит и вспоминает, вспоминает, где что-то подобное было. И это римское право, которым пользуется Пуаро, который именно делает выводы, логические выводы. Это другой тип когнитивной работы, и это другой тип поиска памяти. Так вот, если мы посмотрим из искусства, то вы мне можете задать вопрос, а почему именно барокко? Я приведу вам вот такой пример. Генрих Вюльфлин, это один из крупнейших искусствоведов 19-го столетия. Он в 1888 году написал чудесную книгу Ренессанса барокко, которую я, как вы догадываетесь, изучила, и там есть вот такие оппозиции, которые я именно в этом зале хочу произнести, поскольку здесь звучали слова про правое и левое полушарие, чем занимались Лев Яковлевич Баллонов и Вадим Львович Деглин, но и я в их компании тоже была. И мне кажется, что здесь много параллелей. Если в Ренессансе все, с чем мы имеем дело, статичное, плоскостное, четкое, рациональное, линейное, и это, конечно, левополушарные вещи, это просто ассоциация. Я не дурочка, чтобы раскладывать стиль искусства по полушариям. Но сам факт этой оппозиции, которая была произведена в конце XIX века задолго до Нойлевской премии с Пери, с компанией и вообще всеми этими работами. И что мы видим про барокко? Это нечто нестабильное, оно всегда движется, оно всегда становится, оно глубинное, многомерное, оно размытое и неясное, оно иррациональное, оно вибрирующее и голографическое. Возможно, говорю я, барокко – это вообще будущее, потому что то, как мысль у человечества пошла сейчас, она пошла в эту сторону. И Дёрфлин говорит, что это все странное, капризное, экстравагантное. И мне кажется, что человеческий мозг, он и предназначен для того, чтобы вот так мир ощупывать, он смотрит на пространство, на его сгустки и пустоты. И об этом, кстати, говорят и конкретные исследования. Вот мы, например, работаем много с айтрекинг, с приборами, техникой слежения за движениями глаз. Вот, и мы видим, как рассматриваются тексты или как рассматриваются картины. Это именно, это концентрация в определенных местах. Это не сканирование, как сканировал бы прибор. Это совершенно другая вещь. Более того, там большую роль играют зеркала, на что у нас, к сожалению, мало времени, чтобы это обсуждать. Но вспоминается в том числе Резалати с его зеркальными системами и так далее. И вспоминаю я то, что сказал один известный эксперт по искусству, который он один из экспертов СОДБИС. Искусство отвечает на еще незаданные вопросы. То есть моя основная мысль такова. Искусство это не развлечение, это не добавка, это совершенно другой взгляд на мир. Вот, когда у вас будет время, я вам советую либо с этого слайда, это разглядывать, либо просто найти в интернете, посмотреть на загадочную картину Веласкеса, это как раз барокко есть, она называется Менина. Она вся сделана не по правилам. И ее очень серьезно искусствоведы обсуждают. Видите, там разные люди в разных зеркалах отражаются, в том числе то, что пишет художник, вообще к нам повернуто тыльной стороной. И непонятно куда смотрят те люди, которые на этой картине есть. Короче говоря, все в ней разбито. На нас смотрят не из тех мест, из которых положено. Барокко пустот нет. Там все заполнено и дает разные впечатления в зависимости от того, откуда вы смотрите и куда. Вот на этой картине это как раз все и есть. Понимание природы этого очень поливалентно. В 20-м столетии к этому стали последние годы, стали очень серьезно обращаться в самых неожиданных местах. Ну, например, Феллини. Про Феллини даже написано, Моруа его называл Федерико Барочный. Вот он. И главный вклад Феллини в историю мирового кино, я бы сказала даже в историю мировоззрения, что ли, оказалась вот такая презентация сознания, когда размыты рамки между реальным и реальным люди, которые работают, скажем, с пациентами и с психическими расстройствами, знают, как это плывет все. И в фильмах Феллини, а также после него этим занимались Бергман, Ален Рене, Тарковский и еще масса народу, вот там все это размыто. Где сны, где галлюцинации, где грезы? А еще Сеченов писал уж почти полторы сотни лет тому назад, что мозгу все равно имеет он дело с реальным миром, с воспоминанием или с тем, что он сам придумал или с галлюцинацией. Вот это аллегорическое искусство, это то, чем мозг на самом деле пользуется. Сами объекты принципиально не завершены. Одна и та же книга, которую вы читаете в 14 лет, в 25 или в 60, это разные книги, потому что изменились вы, а буквы все на месте. Как это ни парадоксально, возможно, что для того, чтобы изучать высокие уровни психической деятельности, нужно включить в нейронауке и лингвистику, и математику, и как особый язык искусства. И они нам покажут, что искать. вот если мы посмотрим с точки зрения науки, то есть вернемся в нейронауку, то мы увидим, что в мозгу есть разные сети. Вот одна из сетей занимается, ну, собственно, здесь написано, это динамической активностью головного мозга, и она есть так называемый дефолтный модус мозга, очень важный, и он коррелирует с осознанием себя, с автобиографической памятью, с воображением, с референцией, с рефлексией, что я сам себя осознаю. Другая сеть связана с вниманием, с контролем и с направленностью на цель определенные действия. Есть сеть, которая связана с воображением, вот зеленым написано, какие отделы в этом участвуют. Есть сеть, которая связана с вниманием, и тут вспоминается Иван Петрович Павлов, который говорил, сравнивал внимание с лучом, что это как бы пятно по мозгу ходит, которое показывает, где находится внимание того, чей это мозг. Ну, и наконец существует сеть, которая очень важна для переключения тех других сетей. Это вопрос о коннектомах. Очень важно, что для, и с этим вроде сейчас все согласны, очень важно, чтобы мозг остался свободен от вашего бесконечного над ним контроля. когда когнитивный контроль низок, то включается совершенно другой тип работы. И генерация мысли, и то, что сейчас называется, ненавижу это слово, но употреблю, креативное поведение, оно обеспечивается тогда, когда когнитивный контроль снят. так прямо и пишет, оставьте в мозг покой, allow your mind to run free. Это то, что называется flow state. То есть как раз, когда вы не носили над своим сознанием или лучше сказать мышлением, осуществляете, думая об этом, думая об этом, вот так вот ничего не получается. Получается тогда, когда позже отпустили. И в этом смысле вот такое flow state, это интересно, что это наблюдается, когда исследуют, скажем, функциональные картируют мозг джазовых музыкантов во время интровизации, потому что именно в джазе, как мы знаем, нет партитуры, нет дирижера, а часто и музыканты видят друг друга впервые, настраиваются друг на друга и почему-то играют, и даже хорошо. Если мы будем продолжать смотреть то, что мы делаем всегда в нашей науке, где что-то происходит, когда что-то происходит, и не будем смотреть, а зачем мы это ищем, то у нас двигаться наша наука не будет никуда. Поэтому в каком-то смысле археология в кавычках нам может помочь. Нам надо не только искать то, что произошло с человеком с помощью генетики, когда он развивался, я имею в виду эволюция человека, не только то, что произошло с его ларингсом и фарингсом, которые таким образом развелись, чтобы мы могли говорить, членораздельные звуки могли произнести, не только то, что произошло с его средним ухом, которое стало способно к очень тонкой пространственной, временной и энергетическому анализу слухового потока, но и вот такого рода вещи как бы сбоку. Итак, какие у нас есть свойства, которых нет у других? Как я уже говорила, это фонология, синтаксис, некие универсальные черты этого синтаксиса, которые, как теперь мы знаем, могут быть даже врожденными, но все это зависит от контекстов, это происходит очень быстро, это происходит онлайн, смены происходят каждый раз, нет никаких фиксированных значений, у нас есть огромная пачка, такой букет разных значений, который в ментальном лексиконе лежит, нужно в зависимости от контекста вынуть нужное, а остальные подавить, вот мы как раз сейчас занимаемся в том числе с Максимом Владимировичем Киреевым в Институте мозга человека и там с командой целой, что смотрим, а что происходит в мозгу при подавлении ненужных значений, потому что можно так прочесть, а можно это, нужно еще, чтобы то, что вы отвергли, как бы забылось, его нужно задавить. Короче говоря, это очень сложный код. И мы не сделаем парадигмального скачка, если не посмотрим в другую сторону. Мы должны смотреть на письма, письма, дневники гениев, записи их разговоров друг с другом, пытаться подглядеть, как они пришли к такому результату. нужно вглядываться в картины великих мастеров, в черновики, в эскизы. Это мы шпионим, мы подсматриваем, как мысль шла, мы пытаемся различить стили в музыке, а музыка, об этом нет возможности говорить, это вообще отдельная очень странная история, потому что материалом музыки является время. Ну и заканчиваю я на том, чтобы вспомнить Гёте, как по-немецки, так и по-русски, и, как видите, он пишет то, что каждому из нас не вредно вспоминать, иль вот живой предмет желая изучить, чтобы ясно о нем познание получить, ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет, и видит их, да жаль, духовная их связь, тем временем исчезла, унеслась. Юрий Михайлович Лотман в свое время говорил, конечно, можно теленка на стейке разобрать, только он обратно не собирается. И чем больше я думаю обо всех этих вещах, тем больше я вижу, насколько просвечивает скорее рисунок или мелодия, нежели формула. Гия Кончелли гениальный композитор, который год назад скончался, он называл это сложная простота, это он очень глубоко взглянул. То, что нам кажется простым, на самом деле очень-очень сложно, поэтому, когда мы смотрим на улитку, то нам особую гордыню свою лучше бы выключить, потому что сложность, которая там лежит, она возможно нам и не вполне доступна. А также я бы вспомнила Фанни Ордан, знаменитую актрису, которую я думаю вы все знаете, у нее есть такая формула, она своим дочерям говорит не убегай из-под дождя, то есть переживи мгновенье, не несись никуда, остановись, посмотри, может быть эта маленькая штучка, мимо которой ты проходишь является открытием. Поэтому заканчиваю я тем, что вы здесь и написала, что дороги таких разных на первый взгляд вещей, как искусство и наука, они начинают сходиться. Искусство это не, я еще раз повторяю, это не игрушки, это сжатая мысль, поэтому давайте не убегать из-под дождя, а остановимся и подумаем. Я вас благодарю за долготерпение. Спасибо, Татьяна Вадимовна, большое. Коллеги, у нас, у нас, наверное, есть время на несколько вопросов сейчас, но давайте основные зададим уже на круглом столе, чтобы у нас было хоть немножко времени для перерыва. Так, прошу вопросы. Я зачитаю пока первый из чата от Екатерины Станковой. Татьяна Вадимовна, вы упоминали про взрыв смыслов, которые произошли в эволюции человеческого языка. Чем, на ваш взгляд, он мог быть вызван? А Бог его знает чем. Потому что вот то, что мне покоя не дает, почему, собственно говоря, нужно быть сложнее? Вот этот вопрос, который я задавала и сто раз задавала его и Юрию Викторовичу в наших бесконечных с ним беседах на эту тему. А почему оно все должно усложняться? Это на самом деле нетривиальный вопрос. Вполне можно было бы и так жить. Вот я по-идиотски вам отвечу. Муравьи сколько живут на этой планете? 200, что ли, миллионов лет? Ну и что? Чего же они не превратились в шимпанзе или тем более в людей? Всего хватает всем. Почему идет это усложнение? Я не знаю. Почему-то полезли эти смыслы? То есть человек зачем-то все время творит разные миры. Вот зачем сцена? Зачем кино? Зачем придумывать? Всего в мире хватает? Для чего это? Я вас уверяю, это не вопрос развлечения или досуга. Это очень серьезный вопрос, на который я не знаю какой ответ дать. Как могли смысл появиться без структур, если я вас правильно понял? Я бы сказала иначе. До структур он появился или вместе, и они под него подстраиваться стали? Не знаю. Я думаю, что на этот вопрос мы ответ никогда не получим. Это разговоры. Нет способа узнать. Спасибо. Жанна Нагорнова поднял руку. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Спасибо, Добрый день. У нас такой вопрос. Возможно, скажем так, для того, чтобы было нарушение правил, эти правила изначально должны быть султаны. То есть, если мозг, скажем так, ищет какую-то неправильность, и искусство основано на неправильности, сначала он создает себе правила, сначала эти правила, ну, скажем так, действительно, сначала он их создает. То есть, может быть, в этом есть диалектическое единство. Ну, про диалектическое я ничего говорить не буду, ненавижу с детства, вот, поэтому про это ничего сказать не могу. Но, конечно, это все, если уж совсем глубоко копать, то это на тему курицы с яйцем. Совершенно неизвестно, что сначала, что потом. Но, разумеется, вы правы, что для того, чтобы появилось неправильное, иначе оно никогда не осознается, как неправильное, если нет правила. Откуда правила взялись? Это да, согласна. Но, вот, то, что в конце мы говорили, и то, что вы, Жанна, это уж, конечно, знаете, с давних времен, что освободи мозг, пускай бродит, где хочет, как кот по квартире или по лесу. Пускай идет, куда хочет, оставьте его в покое. Только тогда он, понимаете, если, если мы все время будем стремиться быть отличниками, то мы проиграем любую игру. Потому что мы ее проиграли заранее, все, что делается по правилам системы искусственного интеллекта уже делают лучше, чем мы. А дальше будет еще лучше делать. Потому что они не устают, у них не болит голова, им не нужно спать, и дальше большой список того, что им не нужно. И у них скорости несопоставимы с нашими. Конечно, на это есть ответ да, но почему тем не менее мы настолько мощнее, чем они, если у них такие скорости? Потому что у нас другая математика в мозгу, и мы очень много вещей делаем параллельно. У нас мы другое делаем. Поэтому нам по правилам то ходить незачем, совсем незачем. Давайте задам последний вопрос из чата, и потом уже уйдем на перерыв, и встретимся на круглом столе. Вы говорили о том, что мозг не различает разницу между реальностью и вымыслом сном. Как вы думаете, не происходит ли следующая ситуация в ходе взросления? Люди учат мозг видеть эту разницу, вследствие чего у многих убивается творческий потенциал. Да, я так считаю, но меня, вот я говорю, очень поразило, как Сеченов, который, разумеется, ничего знать не мог из того, что мы знаем. Поместите в голову человека с галлюцинацией, в ФМРТ, вот, и будете смотреть, что там происходит, то вы обнаружите зрительные, которые никогда не поступали в этот мозг через рецепторы. Этих сигналов не было. Обработка тех, кто, ну, я тоже в психиатрии работала, хоть я, естественно, не врач, но мы же знаем, что человек с галлюцинациями нет способа, пока он либо с Божьей помощью сам не поправится, либо хорошие врачи его с помощью разной фармакологии и прочего, и прочего мог знать сечник. Спасибо. Татьяна Владимировна, давайте поблагодарим за чудесное такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok